Леса в Югре еще горят. По данным на 8 августа на территории округа действует 5 природных пожаров на площади 46 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба окружного МЧС. Три пожара действуют в Нижневартовском районе и два возгорания в Кандинском. Добавлю также, что угрозы безопасности населенных пунктов нет. 5 августа завершилась первая волна зачисления студентов в сургутские вузы. 10 августа должны быть сформированы последние списки с фамилиями абитуриентов. До этого дня у абитуриентов есть еще возможность изменить свой выбор. Всего в Сургуте 14 учебных заведений, почти все из них филиалы. И лишь два городских вуза, Сургу и Сургупу, находятся в ведомстве Департамента образования и молодежной политики Югры. В приемной комиссии одного из них побывала и наша съемочная группа. В Сургутском государственном университете закрыта только половина бюджетных мест. А сургутскому педагогическому университету осталось добрать еще 12%. Но в приемных комиссиях уверены, что основная масса поступающих появится именно в период второй волны. Согласно правилам приема, мы зачисляем только на основании предоставленных оригиналов документов. Студенты, поступающие в этом году, так же как и в прошлом, подают документы в пять вузов. Каждый могут подавать, имеет право на три направления. И сдают, соответственно, копии. Поэтому и две волны существуют, что пока человек думает куда, выбирает где, определяется. Интерес сегодняшних абитуриентов в сравнении с прошлым годом не изменился. Хотя в Сургу вырос конкурс на инженерные профессии, востребованные на рынке труда. Это строительство, пожарная безопасность и электроэнергетика. Наиболее популярная специальность у нас лечебное дело. То есть в этом году 295 примерно заявлений было подано на эту специальность. Не уступает, ну немножко уступает, так же экономика, ГМУ, государственное муниципальное управление, плюс управление персоналом. Ну и как обычно у нас пользуется спросом, так сказать, направление бакалавиата, юриспруденция. Об интеллектуальном уровне будущих первокурсников можно будет судить только после составления проходного балла. Он определяется исходя из качества сданных ЕГЭ, количества баллов и количества поступивших. У нас были поступающие, которые приходили и по химии 90 баллов было, то есть это очень высокий результат. По русскому 100 баллов, 90 баллов было. Биология тоже можно отметить, математика. Ну в принципе пока рано судить, будут они поступать к нам во вторую волну или нет. То есть пока судим по оригиналам. География поступающих достаточно обширна. Сургутские вузы пользуются спросом не только у местной молодежи. Сюда подают документы и жители других регионов и ближнего зарубежья. Большинство, больше 2,5 тысяч у нас из Ханты-Матийского автономного округа, есть из Уральского федерального округа, то есть там где-то в пределах 60 заявлений. Есть республика Дагестан, южный район, то есть люди приезжие. Поэтому как бы вот ждем, пока они привезут оригиналы. Есть у нас гости из Украины, из Украины. Есть гости из Беларусь, республики. Из республики Башкортостан, Узбекистан, вот есть Азербайджан. В порядке очереди и при необходимости приезжим студентам предоставляются места в студенческих общежитиях. Занимается распределением мест в общежитиях у нас жилищно-бытовая комиссия на основании положения в студенческих общежитиях. Есть два общежития. Одно у нас по улице Рабочий, одно по улице 30 лет Победы. Общежития у нас квартирного типа, благоустроенные, то есть все у нас есть. Есть у нас льготные категории поступающих, то есть и инвалиды, и сироты. И как бы предоставление справочки предоставляется. Иногородние тоже предоставляют справочки с места жительства. Ну и как бы комиссия все это рассматривает до 1 сентября. На стипендию могут рассчитывать только хорошисты и отличники, а также активисты и общественники. Для студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью, предусмотрены дополнительные стипендии. От губернатора округа, правительства Российской Федерации и президента России. И возможностей стать стипендиатом предостаточно. Не могу не отметить нашу библиотеку научную. Это крупнейшая библиотека в Ханты-Мансийском атомном округе. В библиотеке нашей более 400 тысяч изданий. То есть очень огромную помощь в учебном процессе студентам библиотека оказывает. Большое внимание уделяется спортивным достижениям наших студентов. Есть многофункциональные спортивные залы, есть бассейны, то есть водолеи, например. Есть лыжная база, есть... То есть даже проводятся соревнования у нас в ВУЗе, которые по зрелищности не уступают международным. Если зайти на официальный сайт Сургу, можно найти широкий спектр для творческой реализации. Это и клуб КВН, и театр нетрадиционной моды. Есть театр пантомимы и пластики, хореографические и вокально-инструментальные ансамбли. Также у нас ВУЗ уделяет большое внимание оздоровлению и летнему отдыху студентов. Лучшие студенты вот буквально недавно у нас поехали отдыхать летом в Тамань. Что это за поездка? Это поездка как бы оздоровительная, то есть там точно так же будут и спортсмены заниматься, оздоравливаться, точно так же дети будут отдыхать от занятий, готовиться к следующему учебному году. Яна Сутермина, Дмитрий Самбур, телерадиокомпания «Север».